Субтитры делал DimaTorzok Готовы к отправке в Таджикистан. Провернуть эту сделку не удалось. Латвийские полицейские в сотрудничестве с пограничниками груз обнаружили и конфисковали. По данному факту возбуждено два уголовных дела, по которым мы активно сейчас ведем следствие. И мы имеем дело с организованной преступностью международного характера. И в данном случае Латвия как государство использовали в качестве транзитного государства. Эти машины были угнаны в Польшу, Германию, Швеции и одна в Латвии, в Юрмале. Кроме того, нашим старжем порядка в ходе операции «Архимед» удалось обнаружить еще две угнанные в Латвии машины и задержать подозреваемого. Таким образом, владельцам будут возвращены 13 машин. Впрочем, операция «Архимед» не ограничилась только поисками пропавшего имущества. Были проведены мероприятия по борьбе с наркотиками, торговле людьми и сексуальным использованием детей. Проверки проходили в морских портах и аэропортах. В течение недели мы проверяли всех детей, особо тоже пристальное внимание, документам соответствовали, и вправду ли это либо отец, либо мать, законы или представители, не вывозится ли ребенок каким-то образом за границу незаконным путем. Все это отрабатывалось, и отсутствие результата в какой-то мере радует. В целом проведено 16 проверок в массажных салонах и возможных интим-клубах. В четырех случаях у полиции появилось подозрение на торговлю людьми. Эту информацию еще проверяют. Что касается наркотиков, то в рамках операции психоактивные вещества в почтовых посылках обнаружены не были. Операцию «Архимед» уже назвали крупнейшей, причем не только по количеству полицейских, но и по числу стран, задействованных одновременно в акции. На ней работали 20 тысяч полицейских из 28 стран Евросоюза, а также правоохранители из Австралии, Колумбии, Норвегии, США, Сербии и Швейцарии. Галина Солодовник, Олаф Першеиц, Латвийское телевидение.